Евгений Янович, расскажите нам, что произошло в Турции? Хороший вопрос. А ответ на него только никто не знает до сих пор. Ну, на самом деле, чего сейчас происходит в Турции? Сейчас происходит установление из авторитарного, тоталитарного режима власти, личной власти Реджеп Таипа Эрдогана с сильным исламским акцентом. Можете считать это революцией исламской только мягкой. И я не думаю, что мягче будет, чем при Хамини. Вот сейчас смертную казнь введёт. То есть, произошли похороны Турции Кемали Ататюрка. Всё, она кончилась. И масштабы репрессий – это десятки тысяч арестованных уже сегодня. Это показывает. Произошли окончательные похороны в её современном виде. И турецкой армии. Потому что, когда у вас начальник генштаба, все руководители родов войск оказываются заговорщиками, а командующего военно-морским флотом до сих пор ищут и найти не могут вместе с эскадрой самых современных кораблей, растворившихся на просторах Средиземного моря, то вообще возникает вопрос. А как этот переворот мог не удастся? Он мог не удастся только, если это вариант 65-го года в Индонезии. Провоцируете волнение, после этого проводите репрессии. Да, волнение пытаются и переворот устроить по-настоящему. А вот потом ночь длинных ножей вам устроят так, что больше страна такой не будет. Светская Турция кончилась. И это ещё только начало процесса. Десятки тысяч преподавателей, которые сегодня больше не являются им, полторы тысячи деканов факультета. Это такой большой террор по-турецки. Вот у Сталина в 30-е была такая паранойя. Кстати, с армией тоже так было. Заставляет ли это в восторге говорить о том, что нам ничего не угрожает на сирийском направлении? Нет. Потому что все генералы, которые не допускали удара по Сирии, сегодня или арестованы, 103 генерала и адмирала из 359, либо в ужасе нейтрализованы полностью. Так что мы ещё можем увидеть экспансию в Сирии. Чего с этим делать? Ну, не знаю, может быть, статую Церетели вместо Питера поставить на границе, развернув её к Турции, где-нибудь в Армении, там, Иисуса Христа, чтобы помнили. А заодно с Боровицкой площади рядом поставить князя Владимира, только уже в натуральную, исконную величину. Может и так. Нет, не, подождите, подождите. Князь Владимир там не при делах. Князь Владимир там при делах. Он в Крыму работал. Это да. Но я к тому, что, если мы вспомним, там другой князь щит прибил. Там к вратам Сарьграда было такое. Да, то есть, поэтому, может, мы там... Владимир, позвольте. Подождите, подождите, Эрдоган пока тоже торопится. Вот вы второй после него. Значит, Эрдоган безусловно... Главное, что Орловский губернатор не торопится. Вот он... Он молодец. Вот он наконец-то открыл для нас истину в конечную инстанцию. Я никогда не знал, что сын Ивана Грозного умер, заболев, по дороге из Москвы в Петербург. Ну, хорошо. В конце концов, истории надо давать и такие открыть. Притом, это такая политическая ошибка со стороны этого человека. Он же от коммунистической партии. В какой Петербург? В Ленинград ехал сын Ивана Грозного. Тоже хорошо. Ладно, вот так вот и отсыпаешься на Орловском губернаторе. Значит, на самом деле, конечно, Эрдогану сегодня нужно демонстрировать Россия, кстати, Израилю, что он их лучший друг. Но каждый раз, когда он кому-то демонстрирует, что он его лучший друг, плохо кончается. Это было в Ливии, это было в Сирии, кстати говоря, где личная семейная дружба была с Ассадом. Поэтому хотелось бы понять, что, приняв Эрдогана в объятия и выслушав от него все добрые слова, которые ему сейчас надо нам произносить, потому что у него экономика трещит. И трещать будет дальше. Надо понимать, что в Евросоюз он не встремится. Из НАТО он не уйдет. Американцы здесь не имели к этому никакого отношения, хотя он под сурдинку, конечно, пытается на суды расправу утащить к себе Гюлена. Но уйти из объятий, неважно какого американского президента, он позволить себе не может и не уйдет. Здесь какие-то сомнения абсолютно излишни. И надежды тоже. АПЛОДИСМЕНТЫ